Всем привет, кто только что к нам подключился. Сейчас мы будем смотреть игры Firelord и Dusty Roads. США против России. Будем тайно болеть за своих, но в целом мы, конечно, за красивые игры. Итак, погнали. Я не знаю, что у них, кто у них, что будет. И, возможно, первая игра это на самом деле тестовая. Ну да. Пошла такая тестовая, значит, игра. Чекают, проверяют, все ли норм. В следующей игре мы узнаем, потому что СПЛ тоже пытался эту игру постримить. Окей, с этим понятно. Топку этот реплей, самый беспонтовый реплей, что я видел. Дека. На самом деле это так, конечно. Это самый беспонтовый реплей, который я открывал, смотрел. Я ни разу еще не смотрел на такую дичь, извините меня. Так, вот она, настоящая первая игра. Dusty Rhodes против Fire Lord. И в итоге только Станислав ТВ. Да, СПЛ-ку... Кинули. Увы. Там просто надо было СПЛ-ка. Оу, оу, оу. Это опять не настоящая игра. Вы издеваетесь. Так, попробую, может быть, скопирироваться тогда с СПЛ-ка. Возможно, он тоже хочет посмотреть. Играйте. Короче, понятно, да. Проверяют, проверяют, все лагают. Наверное, ужасно. Оставляем реплей. Второй реплей, который я смотрел. В топку. Ужасный реплей. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу, ну такое смотреть. А возможно, сейчас еще и то же самое. Да, а мне кажется, сейчас то же самое будет. Мы просто заходим. Наверное, опять нифига ничего не будет. Реплей весит. Он весит побольше. Итак, Dusty Rhodes и Fire Lord. Вроде, это не тест. Уже... Да, уже что-то пошло. Более-менее внятно и серьезно. О, да неужели? Они все-таки решили сыграть. На Ренове, получается. Так. Что мы здесь видим? Ну, во-первых, дайте мне определиться, кто есть кто. Думаю, ты бы достойнее сыграл, чем... А, Борлей, Шарпей. Знаешь, мне моральную подготовку надо и все такое. Да, я всех бы вынес к чертям. Тебя вынесу, и его вынесу, и вот этого вынесу. Просто сможем, блядь. Дайте мне время потренироваться. У меня нет времени сейчас тренироваться. СЛГ, да, по-моему, была. Я забыл. Я забыл, кто есть кто. Так, ну, нюк дасти. Нюк дасти, говорю. Меня забиваешь немножко. Да? А, нет. Как можно узнать, какой генерал у лазера? Отлично. Лазер этот мужик. Все, определились, кто есть кто. Браузер. Ладно, оставим браузер. Браузер нам нужен. Нужно новые реплеи брать. Эспелька что мне отвечает? Эспелька что не отвечает? Наверное, да, смотрим. Странно их видеть. А я даже сам не знаю, кто это игроки. Ну, новый, как бы, народ приходит, играет и... Пытается, пытается. Хороший бункер. Хороший, уверенный бункер. Правильный. Защищает вот тут все. Здесь бы еще один... Ну, конечно, ладно, что. Открыто, конечно. С этой стороны защита БМ есть. И... Вышки ха захватывает. И просечет это Dusty Rhodes. Смотрите, а. А, ну да, он же просек и здесь. Я сегодня увидел. Лед треснул. Лед треснул, господа. Пыщик, пыщик, пыщик. Все. Раньше, когда лед треснулся, здесь все юниты рядом покебали. Хороший... И там именно рейнджер... Не рейнджер, а... ДС взял и прокачался. Война тут домиков. Да елки-палки. Все правильно было. Что вы мне путаете? Ну-ка, сюда. Это сюда. Все. Вы молчите. Так, из клик что? Смотрю, чуть-чуть. Че-то у меня не так на это... Сверху не несет. Скорбор. Так. ВП. Надо будет как-то сыграть. Я сейчас завтра буду стримить. Там. Зарс будет играть. Печка минус, казарма минус. Фаерлорд минус. Забавно. 1-0. Короче, че было там? Сейчас перескажу. Фаерлорд. Решил такое вначале. Защититься. От обороны. Сыграть. Он ссорил своего ОПМ. Он решил еще пойти в экономику. Он пошел на захват. Но Дестеротс его перехватил. Сверху. Чисто случайно, да? Просто он там как бы был. И, скорее всего, он прочекнул, что ага, там эти бегут. Наверное, захват пошел. И он пошел че-то снизу. Снизу уже новым напичканным хамвеем. Он по пути как раз таки убивает того самого ОПМа, который рушит еще и лед. Красивенько это было. Ну, для 2003 года. Красивенько. И превращает захват. В ответ на это Фаерлорд решил, блин, там хамвеи есть. Нужны ЕЦМ-ки. Строит пропаганду. Че-то там мисклик, пропаганда не построилась. Приезжает Дестеротс, все выносит ее. Фаерлорд че-то... Как-то прям вообще без шансов. Вот что я понял. Итак. Такая вот игра. Игра номер два. Какой мультиплеер? Нет, 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 нет. Загрузить. Повтор. Оп. Игроки по правилу должны меняться и местами, и делами. Таким образом Фаерлорд... Черт, он цвет поменял. Играет за лазером. Вот этого мужичка. Кипачки. Против Нюка. Нюка Дестеротса. Дестеротс. Да, значит, строит. Отлично. И Фаерлорд. Два Суплая. Да, два Суплая. Здесь тоже два Суплая. Все по классике. Казарма. Обязательно Казарма использовали. Вертуханы, вертуханы, вертуханы. Бывай, оденечку. На один? Нет, на разные несут. Фаерлорд. Шарит. Молодец. Если есть возможность на разные кучки посылать, то выгоднее посылать на разные кучки всех рабочих. Так не будет создаваться приоритеты очереди, которые в этой игре почему-то все... Покажет, короче, объект ресурс. Только один объект может оставаться с ним работать. Поэтому здесь есть такая система очередей. То есть, по-хорошему, вот этот тракт, наверное, сюда надо было брать, а этот, чтобы этот отсюда капал. Было бы лучше. А здесь, видите, все с одной кучки капается. Это 3750, это тоже 3750. Все, короче, 3750 работают два трака только с одной кучками. В итоге все идет чуть-чуть, но все же менее. Поэтому лучше на разных кучках потреблять. Так, комвей что-то тут ищет, рыщет, что-то хочет найти. И как-то от обороны хочется сейчас играть. Ну да, рыпаться как-то вперед. Конечно, рыпаться вперед против Юсы по углам хорошо, чтобы чинок не бить. Это как бы самое уязвимое место. Чинки, это прямо уязвимость Юса. И на воздухе их можно легко сверху прострелить. Готово биться, но если упадет один, то сразу минус 1200, это, знаете ли, много. Плюс еще простой в экономических. Так, минус домик. Без потерь, плюс еще медичка приезжает, там все хилятся. Так, поехал чекнуть, что там по вышкам есть. Да, нормально все, не переживай. И фаерлорд поехал обратно. А здесь у нас уже и цемки ждут. И вот тут как раз-таки начнется... Интересный замес. Так, атлы идут куда-то сюда вниз. А че хавей все это самое? Боятся за эту вышку прям так сильно. А, и решил, да, давай добью. Лол своего убил. Нечайно. Соточку убил. Ага, все еще и дестрой. Все еще и дестрой. Что дает, что дает, это увеличение дальности поражения всех союзных юниталов. Ну, как ряда своих. Да, они союзные. И только на юсовские дежу действуют. То есть на вот эти вот всякие камни и там еще что-то. Если, например, захватываешь какие-то другие объекты, то это эффект не действует. Ну и нагло просто приезжает фаерлорд и все, выносит. А тут еще нюк, смотрите, что делает. Биги. Че, с нюк пушку что ли хочешь? Да. Супероружие будет строить? 5000 есть какую. Можем вперед, если хочешь. Но это ты серьезно? Да. Ядерную ракету делает, чтобы миги ядерные были больные. Но будут ядерные миги, хавей, может сказать, пока. Это основная опасность сейчас. Лотос бежит, хочет попробовать захватить. Мимо как раз таки пробегает и успевает. Как вовремя-то, а? Как вовремя? Миг один в воздухе, но он пока бесполезен без вот этого данного апгрейда. Но он, черт возьми, долго делается. Дорогой-дорогой. Вот, конечно, решает вопросы с хавеями. Именно на это сейчас ставку у Дасти Роудса. Пытается все-таки он от обороны. Ай-яй-яй-яй-яй, вниз ушел. Вниз ушел. Снизу хамвей приезжает. Минус. Ай-яй-яй, всей армии пошел. А все это ГГ тогда. Не достроилось. Миг минус. Да, Сирос, можешь писать ГГ. Отлегся он на нижних амвей всем отрядом зачем-то. Это самое страшное, что... Дозер сохранился, кстати, хорошо. Хочет продолжить игру. Да, вот смотрите, хочет продолжить игру. Идет дальше, обратно. Все застраивать. Так, СП-ключение пишет. Нет, СП-ключение пишет. Минус уже. Выносит, выносит. Да, ятера, ракета готова. Командник бы еще не помешал. Пока чинит. О-о-о, как-то сливает. Почему не так поехал? Фейерлорды... Ой, фейерлорды. Оверлорды с ИЦМ-ку. Нормально тащит с котлами вместе. Большую кучку хамвей, в принципе, юмон. Ну вот, да, командник. Апгрейд. Апгрейд еще нет. Следим, когда будет апгрейд. И начнется веселье со стороны китайца. Китайцы играют сейчас очень пассивно. Потому что он избирает им такую тактику ап. Осторожный юмон. Так, а что с Лотосом что-то случилось, да? Видимо. Я пропустил. Так, ну вот он апгрейд готов. Два нюк-мига есть. Опасные. Опасные, черт возьми. Один высвук просто забирает большую толпу. Куда полетел? Ну тебе сразу привет скажет. Ага. И скажет. Ну, наверное, не стоит это стрелять. Ну, Мигги убил. Снова Юса временно в безопасности. Временно в безопасности, но все-таки ядерная еще ракета ползет. Ядерная ракета, конечно, тяжело попасть. Ооо, какая позиция. Очень хорошая. То есть, еще более открытая позиция у Айрфилда выбирается. Не знаю, с чем-то связано. Стоит так было делать. Так, и через... Монтерл-Ф посылает свой отряд, поэтому все хамвеи так медленно ездят. Ну, хамвеи-то вперед. Зачем посылать одного? А вот он, Миггс. Тоже миньс хамве. И сверху один инственный ползет. Смотрите, как Ворюх, да, все делает. Байерлок, красавчик. Вообще красавчик. Опа! И минус-минус забираем. Снова не получается Миггом взлететь. Плохая позиция. Продает... А это не продает. Ну, у Фаерлорда уже все. Все шансы на победу есть. Я даже не знаю, как он может вдруг проиграть. Наверное, это нереально. Без лазерлока... Без лазерлока действовал Фаерлорд, и... Нет, я бил одного единственного вот этого. Моверлорда. Остальных, да, оп, я не успел. Одного мог бы убрать. Так, пошел Бартон в ход. А почему это все отступают? Потому что один хобесил. Китайцы-проблема. Ресурсы заканчиваются, и, знаете ли, вторичка у китайцев не самая лучшая. А вторичка у Юса уже есть. Ух ты, сколько печей, как построят. А зачем столько? Партон, значит, здесь хулиганит, минирует. Почему-то минирует прям то, что... Не заминировано. Вокруг. У нас тут... Нюк-мик летает. А-а-а, тут минки. Падайся. А вот так пропал. Был-был пацан, и... Так, поехал Fire Lord, значит, все свои аравы. А сколько здесь? Раз, два, три. Зачем-то лазерный танк. Траих, в принципе, да, должно хватить. Как раз два мига есть, их обезвредить спокойно можно. Главное в кучке держать, да. Здесь главное удержать в кучке. Время остается 13 секунд. Может сейчас ядерная ракета прям на эту пачку приехать. Будет интересно. Выносится. Все, может лететь, может лететь. Да, летят. А-а-а, не пробил, представляете? Снова не пробил. Мики себе вообще никак не показали. И нюк-пушка. Куда стреляет? Есть возможность удастерово отстрелить нюк-пушкой. Э-э-э, мидичка. Мидичка минус, почему нет? Ещё повышение. С этой стороны, значит, снова на врага. Подумал, наверное, что сюда прилетит, но... Окны! Окны! Минус. Пошел отбиться полностью. Ну, один хамвейт, трёхплычковый остался, который сейчас, да, всё развесёт и выиграет. Один-один. Один-один. Так, это была, значит, какая игра? Так, всё, смотрим следующую. Фаерлорд и Дасти. Загружаем. Смотрим. Каньон! Рожкард. Каньон овзэдээээс. Лаз... Эээ, да, лазерный. Снова лазерный и просто... Простаюсь. Простаюсь против лазерного. Фаерлорд уже красный Окей Поисковой красный Так Что тут происходит Второй суплай Так, во всем видимости второй суплай не хочет что ли, да? Что сейчас будет? Или он поехал на второй? Завод А, второй суплай Один-то Что-то я перепутал Тоже один суплай И без завода пока А что-то Дасти опаздывает тогда в развитии Дасти опаздывает, Дасти опаздывает Ай-яй-яй Лазер наверх пошел Вместе с поддержкой одного рейнджера Высадка Высадка рейндж МДСников, МДСники лазер латчат, не успевают. И чё, Хамвея сейчас отправят, а? Нет, не будешь Хамвея отправлять полным, Хамзунгер. Чё ты, дружище? Поехал пешочком. Я думал, он полетит. Всё-таки доставит Хамвея. Так, Лазер... Да, Сирос не прав. А зачем столько аж рейнджеров штамповать, я не знаю. Вот этот рейнджер точно лишний был. Так, наштамповал кучу всего ещё, Дести Роуз. А зачем стул? Много всего. И приезжает тот самый Хамвей, который пешочечком, пешочечком. И... Одного высадим. А, хочет дозер. Да, тут дозеры рядом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус один сейчас будет. Не отводит. Ох ты, минус второй сейчас дозер будет. Тем временем высадка. Ага, вот это интересно. Минус дозеры. Две казармы остаются. Ох, казарма, если вынести, вообще шикарно будет. Флешки есть! Вау! Флешбоба выучил. Фаерлорд. И больно бьёт теперь. Дозер можно было и оставить. Лазер лочить. Ну чё, минусовать здесь надо. И... Он, в принципе, видел, что дозер наверх погнал. Захват вышек. Опасный захват вышек. Здесь, конечно, отбился. Но... Какой ценой? Минус два дозера. Пехота тоже чуть потерялась. Но основная проблема в том, что два дозера у него. Спасибо. Тоже захват есть у дозеровца. Будет перехватывать. Но... С первым захватом Фаерлорд даже две тысячи получил. Сразу минус. И, наверное, он что-нибудь ещё построит. Нет? Нет? Ничего не построит. Облом. Хотя мог бы. Даже нужен. Смотрите, у него... Три тысячи сейчас... О, чё-то сделал, чё-то сделал. Наверное, он очень много хамвея заказал. Высаживается здесь. Тоже перехват идёт. Вышку здесь захватил. Хамвея пошли тоже спасать. Здесь нагло перезахватят со стороны Фаерлорда. И это... И решается... Дасти... Продать. Наглость сработала. И получается у нас дозеровца без основной экономики. Только на вышках может жить. Либо тоже что-то перехватить. Но вышки дозеровца тоже перехватывают Фаерлорд. А с этой вышкой чё-то не справился. Он мискликнул назад уж. А-а-а... Настеровца мискликнул. Флок так сделал. Так. Дозер хотели... Искнать. Он выжил. Он всё ещё выжил. Разделяется хамвея на базу и на... Пушку. Снизу всё хорошо. Сохватил Фаерлорд. Высаживается. Убивает в озеро. Услуха... Движнее всех упошло. Минус козарам очень плохо. Хотя денег-то у... У... Дасти особо и нет. Успел высадиться. Тоже флешки выучил. Ой, молодец. Дасти Роц. Молодец. Сейчас будет что-то интересное. Сейчас может быть что-то интересное. А, это про сычки. Компетель. Я думал, будет высадиться. А, нет. Всё, ты что-то высадил. Расходись. Расходись. Нет. У-у-у-у. У-у-у. Совершает ошибку. И тот, и другой. И ты там бьёшь. Ты просто... Просто бы сейчас задавил Фаерлорд. Всё, и конец была БГГшка. Но последний на Сане остаётся удастироваться. И... Увы, ах. Ноп. В принципе, да. Так. На грани было. Фаерлорд что-то там как-то уверенно пошёл. И не увидел, что у него на базе творилось. А на его базе творился прям настоящий погром и переворот. Но всё же, Фаерлорд успел... Сделал всё быстро. И... Взял ещё одну победу. Ещё одну очку сыпью в крова. Такие вот тела. Смотрим следующую игру. Снова каньон. Игроки меняются местами и, собственно, фракциями. Теперь лазер у нас Dusty Rhodes и... Обычная юса... Огненный лорд. Вон, цвет сохранил как хорошо. Казарма-печка и тоже казарма-печка. Причём одним и тем же дозером. И саплайка строится вторым-другим дозером. В итоге у кого что быстрее получится? Ну-ка, смотрим. Опа! Ага, быстрее у Фаерлорда. Останавливается МДС, чтобы подстрелить. Сразу не получилось, но тем не менее... Вот это делает. Да, Dusty на микро-моментах сейчас. Усиленно. И вперёд. Самое что ни на есть, фаст. Атака, фаст-дроп, три МДС-ника. Ещё бывают два делают. Ну, ещё делают один и один дозер. Один дозер и два МДС-ника. Один дозер и три МДС-ника. Несколько МДС-ников с рейнджерами делают. Ну, делают и просто рейнджеров, чтобы против Рабиков. Против Гла, точнее, Рабиков отбивать. Вот что можно, в принципе, дропить на начальных этапах. Останавливать всё без смыслов. Гоняю Ченуков. Поза наводится. Решил оставить одного тут. Решил оставить второго тут. И... Да. Да, это же работает. Ещё здесь. У нас здесь... Фаерлорд. Через захват, что ли, хочется? Да. Изучил, изучил. Минус дозер Фаерлорда, к сожалению. Высадил сюда. Ой, молодец. Дасти прям гоняет щенки Фаерлорда. И решил на свою базу, что ли, лететь? Ты чё, серьёзно? Врутел бы обратно. Ещё бы он очень ну-ка будто бил. Ладно, хочет. Так, слышим захват здесь. И, собственно... Собственно, и тут тоже хочет, что его делать. Приезжает Фаерлордовский хамфейн, попадается на лазер-лог и добивается. Да, сквозь здание это тоже располагать можно. Это чё, всё? Без дозеров остался. Раз, два, минус два дозера. Очень неуклюже. Вот этот дозер может был подъехать сюда, и он бы сохранился. Большое преимущество у Фаерлорда снова вышки. Вышки на его стороне. У него что есть? У него есть хамфейн. Одна суплайка, два суплайка, зато удастся. Она, правда, не работает. А тут вообще стоит. Халтурит. Либо в очередь, либо просто халтурит. Халтурит. Здрасте! Ошибка. Ошибка. Ага, тут высаживает. Хочет добить. Кто вперёд, начнёт стрелять? По-моему, Дайси, да, вперёд, начнёт стрелять. Скорее всего, Дайси там победит в этой равной борьбе. Дозеру не добили. Как так? Ну да, выживает. Рейнджер у дастировца. Нашего русского игрока. Лазер-лок. Прима. Свял. Печка минус. И... Все юниты будут пускаться медленнее в два раза. Ещё тут хамней прилетают. Не перехватывает. Не перехватывает. Плохо. Очень плохо дастироваться. Тут тоже членок стоит Да, Сирос в растерянность Но он решает, что делать Он решает, была не была, дробно все, да? Или нет? Да, ну вроде да Так хочет сделать Очнулся здесь и, наверное Нет, не хочет Халявится хангей Фаерлорда Так, высаживается Но самая ответственная борьба Ох, если сейчас задаю Очень много всего И флешки есть Можно на флешке, кстати, переключиться Да, на флешке переключиться? Нет На флешке переключиться и все И будет вообще Понимает, что проблемы у Фаерлорда и Тот самый раненый Дозер может Затащить игру Он выживает И отстраивается Здесь просто Все на все деньги Хангея здесь Халявится Больше хангеев не будет Завод обрушили Да Блин Тот Дозер тоже зашел в здание Лучше бы добил бы Дозера Причем в это здание сел Успел продать здание Думаю, дастеролд что? Это все Это победа Но увидел тут Ну вот Эту Увидел здесь это И решил, что что-то с этим нужно делать Нужно больше спамить пехоты Две казармы есть Ченоки Ну два че на кае есть И плюс тут еще А че всех давай Все нужны Ну да, сейчас высадит И в принципе Дастер может победить Фаерлорду сейчас Очень тяжело Ну да, сейчас все уже работает У него вся карта есть Ну получается, да Дастер защиту Хотя смотри, сколько пехоты И все флешки О, моя позиция плохая Все в кучке Халтурит, не стреляет Флешки, флешки, флешки Все включай Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну И тот, кто халтурит Получил лейтенанта Ну что там Игра может перевернуться Если появятся Снайперы Кстати, у дастерутся Они уже есть Выходит снайпер Захват зданий Чему не... Снайпер, снайпер, снайпер Есть Давай, пью Да, добил Все, снайпер Который затащит игру Было на грани Понимает, фаерлош Что есть снайпер И решил Ну его нафиг И сдается Снайпер затащил игру На последнем моменте Да Если бы не он То Минус получается Там казарма А на той казарме Там все То есть дастер Благодаря тому Что сносил те здания Да И хамвей халявил Массово Получил лычку И на эту лычку Третью уже взял На третьем ранге Взял снайперов И победил Вот и все Фаерлорд Хамвей полный Не сливай Это основная проблема Его была А так вообще Все изумительно Фаерлорд шло Просто Прекрасно Итак у нас 2-2 Следующая рябка Че-то она Какая-то Маленькая А Дисконнект Следующая рябка Была С дисконнектом И парни до сих пор Играют Еще Ну конечно Можем посмотреть У кого что Выпало Я не знаю Конечно Они будут продолжать С этим Или же нет Наверное Если загрузить матч Он сразу же вылетит Да У нас будет Карта Саммер Арена Гла И Какой-то Китай Вау Интересно Силу О боже Переводится Это как-то так Прикол Я не могу Эту реплей Удалить Потому что Она В игру Уже зашита Так Ладно Сама Перезаходим Генерал Зеро Хаур И теперь Все прекрасно Удаляется Так Ну ждем Ждем Когда они сыграют Чтоб была Репочка Там Видимо Какой-то Долгий Интересный Матч Глашник Наверное Там прям Выживает Ну Карта Богатая Карта Богатая Конечно Продолжение следует Субтитры подогнал «Симон» 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 Перестримит, оказывается SPL-ка. А он не от своего лица смотрит? Так, игра номер пять, по всей видимости. Это Аборд Сириус. Первый раунд до 9. Уже карта такая прорисовалась. Тимолишин сверху и пех. Пех это интересно, а тимолишин тоже прикольно. Но на поздних этапах, конечно, пех будет страдать. Чуть-чуть простое было у Дасти Роудса. Не очень хорошо это. И так, минус здесь ракетчик. Так, в принципе, террорист оправдан. Террорист стоит дешевле, чем ракетчик. Да тем более пропаленный ракетчик уже бесполезен, как правило. О, пропаленный террорист, бесполезен. Обязательно в следующий раз просто по пути снесут. Ну, как бы пробегает один. Тоже на нем фаерлорд помнить. Здесь снести просто даже нечем. Террориста помнят и жертвует одним. Встречаю этого автосбель. Норка не достроилась. На позицию этой норки довольно сомнительная, на самом деле. Потому что и в этот домик можно зайти, и в этот домик можно застрелить спокойно. Ох ты, ох ты, ох ты, ох ты. Что говорят? Равик прибежал такой. Оп, оп, оп. Наглый Рав может затащить сейчас. Может. Он сейчас такое может отворить. И видит. Видит, видит, видит. Все. Получится. Ранен этот самый автосбель. Проехал все же и добивается плайку. Минусуются квады. Еще квады минусуются. Минусуются квады. Но-но-но-но-но-но-но. Да. Попробуй давить. Попробуй давить. Все-таки увидел, да, что я вам давить хотел. И давить хотел. Оп, игрока я делаю. Правильно. Все верно. Еще наглый Рав. Увидит, не увидит. Пробегает Рап именно в то время, когда, ну, не стоило бы. Потому что, оп, новое здание построено. Значит, ты знаешь, что отсюда нужно вывести драки. То есть, игрок ему на... Как тебе не надоела эта игра. А я давно же не играл еще. У меня как бы овервотч был на канале. И... Зачем это решение волок, на самом деле. Все куски игры всякие. Сейчас, в целом, да, не доигр. Сейчас свою стратегию делаю. Есть видео на канале. О процессе разработки игры. Мне интересно, смотрите. Заходят, значит. Заходят. Так, это у нас просто репель без захвата. Да. Сколько все, хватит. Странно, как ни крути. Все равно дерево рисуется поверх этого дыма. Что? Сейчас смотрел, просматривал. Как бы оно не должно быть. Захватывается нефтяная вышечка. Классик. Да. Ой, пацаны не было. Жаль. Пацанами захватывай. Захватите вышку пацанами. Захватите. Во, во. Одумался. Хорош. Просто захвати вышку. Так, перехватывается вышка вторая от Фаерлорда. Обратно перехватывается вышечка. Ага, добивают и травят. Токстрактор работал плохо. Так, и первый захват со стороны Дасти Роудса. Своей собственной вышки. А то он, да, перехватил. Это главный минки поставил, а так и не захватил. Вот это меня проразит. Зачем он здесь просто слил? То есть у Дасти Роудса могла уже быть одна лишняя тысяча. Оу, а что так мало рабиков? Одного, как минимум, не хватает. Еще вот этот вот угол военного завода немножко мешает. На самом деле. Он может сбивать. Не работает. Рабочий не работает. Ай-яй-яй. Шесть тысяч флота у Фаерлорда. Блин. Пока это все. Это прям надо спамить одну пехоту. Всех в барак. Больше, больше выход. Еще больше. Пришел дракон. Так, вот. Минус. Ток страха, ток страха. Его отключают. Ой, его отключают. Ой, его отключают. Откопить его надо же. О-о-о-о. Окей, а он мог бы и палить. А трактор куда-то взял и отъехал. Как-то можно его испыталить. О-о-о. Своих жжет. Пусух-то зачем сжечь. Одиночку Рабика убивают. Делай никаких шек. Продолжение следует. СС reserved. Продолжение следует... Продолжение следует... Больно, больно бьет. Пех, конечно, хвосты прям. Дерунь. Почковал туда ракетчик. Еще если вот с такими апгрейдами и... Если они все под ордой находятся. Надо прям скорострел. Айси еще у них там это изучит на апгрейд. На усиление арты. Мационализм, который называется. Айси хвосты схватила. Здесь, здесь, здесь. Эту мышку до сих... О, да, сих. Я думаю, что уже давно схватил мышку. Все еще Дайси рос и схватил мышку с ума. Но залинировал. Интересно, попадаем в землю. Опасный падр, вне правах. Все красиво было. Рак, что? О, очнулся. Очнулся, да? Нет. Не захватывает, да, сервоз, мышку. Это грубая ошибка с его стороны. И это... Может даже служить... Причиной поражения, на самом деле. Потому что его тысяча, а глава уже... Давно недавно. И за это время он тут на трюк с этой прыжкой. Ищ пять еще. В этом фаерворд просто додавливается, видите. Минус завод. Минус практически вся база была. Еще новый завод делать. А повышение пошли. Тем временем, да, пытается что-то сделать. Прикосыляю, да? Фьерн и Кэннер, значит, пошли. Рабика отличный. Кстати, Рабику можно прям подорвать все на свете и этими тоже. А-а-а, апгрейд-то нету еще. Дворца нету. Понял. Не, вот Дасти очень мало осталось. Что насчет... Ха-ха-ха, все еще не захватил. Все еще не захватил. Если раз, будешь это смотреть, знай. Это какие-то странные ошибки. Отхватил себе вышку в участке территории, ты ее даже заминировал, а сама вышку не захватил. Ну, сейчас все, Лотос будет ничего давать делать, да. Там уже новые посты пришли, это все. Это... ДГшенька. ДГшенька. Большой ошибку совершает. Глаз их все-таки погибает. Снизу еще пришли. Но и так, сдается Дасти, тут уже, в принципе, понятно. Тех побеждает. Три. Два. Играем до пяти побед. Так, смотрим дальше. Что у нас будет по играм. Будут ли они... Или они еще не сыграли. Я просто не знаю. Так, что-то Гентул, что ли, упал. Что-то сервер Гентул мне отвечает. А, вот все пошло. Так, да, есть следующая игра. Где игроки меняются местами. Файерлорд у нас, значит, сейчас будет Демолишеном. И пехотинец у нас Дости Роудс. Пишем смотреть. Та же карта Самер Арина, собственно. Снизу теперь Дости Роудс. Дех инфантре. Голубой. Извините, небесный. И Демолишен. Дженералс. Файерлорд. Фальшивую казарму делает. Фальшивая казарма, это хорошо. Она дешевле строит. И быстрее Рабик освобождается. А когда быстрее Рабик освобождается, это значит, малый шанс, что его можно задавить, успеть и так далее. У нас Хеликс. Хеликс против подрывного генерала. Квады дороже стоят, да. Квады стоят дороже. Поэтому Хеликс сделать очень даже неплохо. Прибегает подрывник и, наверное, сейчас увидит. Интересно, если выходит Хеликс и тут прям подрываешься. Сколько ХП отнимется у Хеликса? Блин, надо будет как-нибудь подорвать Хеликс. Да, давайте попробуем, как-нибудь за Демолишн Генерал подорвать Хеликс. Прибежал Рабик. Причем понятно. Он мог бы успеть минку построить. И была бы минус... Минус Айрфилд. Да. Минус Айрфилд мог бы быть. Файерлорда 200 баксов бы. Минус Айрфилд. Блин. Минус Айрфилд. Минус Айрфилд. Задим Малишн. Все, Филдиара минус. Сливает из большей Тасти. Он как-нибудь заманит на минке. Только хотел сказать, что... Наверное, Файерлорд не глупый. На минке не пойдет. Как двух все-таки сливает. Ой, быстрая игра со стороны Дасти Роудса. По-моему, Файерлорд сейчас может задержать победу. И у нас все, да, стремится к тому, что счет будет 4-2. Хелик себя не оправдал. Карта широкая, конечно. Цены снабжения крайне... ...ненуточно ставится. Не знаю, зачем так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неужели... ...не ожидал РПГ-шников? Ну, короче, последний срок остается, да, надежды вот это вот место. Даже и надеяться-то, не на что. Раз-два, вышка. То есть центральной вышке захватывает. Не дали. А не дали ему захватить вышечку. Так, ну и минус за вот этот, посыпаячка. Че у нас сверху с этим постом? А пост высадился. Пост высадился и может забрать завод. Завод заберет. Отстроится новый. Суплайку может там забрать. Ну, смотрите уже, где фаерлорд. Не, ну это все. Нажимают этой армии сейчас. Отстраиваются тут. И фаерлорд побеждает. Ну, все идет именно к этому. Максимально зажал. Че, суплайку забрал? Забрал. Молодец. Решил и здесь. О, здесь еще не дали завод, да? О, здесь еще не дали завод. Смотрите на карте, сколько красного петра. Да, если не хочет до конца, что ли, продержаться, выжить. Деньги, конечно, есть. Но... Через 2000 закончится. То есть, даже если ты построишь пропаганду... Ну, можно накопить на одного плата, на двух еще продать. Это может. Супокойно, в принципе, можно добиться того, что у тебя будет хакер. Но вышки, 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 конечно. Продолжение следует... Ну да, если Firelord, смотрите, перестраивается, что-то он как-то медленно с расправы бастировался. Как бы все в его руках. Что, он двухпоста не может отгибить уже сколько пластов в мочу. В ракетчиков почему-то мало, только два. Не очень хорошо. Вот, пошли. Плохо, что да, пеха, слабость, стаж, что нету нормального, нормальной борьбы против ракетчиков и этих самых. Ну, вы поняли. Законки не называются. Клады и ракетчики, короче. Вот такая вот игра, где Firelord всё-таки ещё забрала на победу. Что за пеха, что за дема. И у нас 4-2. 4-2. США впереди. Так, есть ли ещё реплейка? Ну-ка, давайте глянем. Ух ты, игра всё ещё идёт. Давайте-ка я тогда буквально на паузу. Через минутку вернусь. Буквально завадуясь бегу. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Так, возвращаемся. И у нас уже есть новая реплейка. Тасси Роудса и Firelord. Отлично. Сент Скорпио такую карту выбирает. Тасси Роудс, наверное, да? Окей, смотрим. Тасси Роудс. Небесным. Небесным цветом играет уже. За этого. За простую Юсу. И уже синий цвет застаётся Firelord. Обычная Юса против обычного Глаху. Ванильное сражение. Самые честные в мире. В скобочках нет. В чьи-то всегда ослабевают. Поэтому удастся Роудса я сейчас конкретно эту игру забрать. А вот если он даже заберёт то на следующей игре очень тяжело будет сделать. Вот. Хочу обратить внимание, что у Firelord уже матчпоинт. То есть игра до пяти побед, да? Ему только одну очку осталось. Сбирает одну очку. Вот самый поинт. И вот сделаем матч. Твои говорят матчпоинт. Очко, которое я делаю, я делаю матч. Такс. Очень странно Firelord. Ставься уступать. Ну вот. Домик засел. от ассироваться по всей видимости здесь оборота хочется одним обеем на харасс поехал а если он все-таки нормально чек что пошел захват наверно он вот передумал он передумал и сделал все иначе раз вышка есть вторая вышка есть скоро третьем запасе 4 еще 5 есть вышка в целом по праву что жаль здесь потенец так сверху захват 5 успеть остановить эти пытается до 1 хавей пошел ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка я я не должен так здесь наш вот здесь труповозочка такую же технику сантой полоской и добил добей-добей-добей срочно как хотел тебя сам едет а даже просить не надо на самом деле а полно еще и нету пику вылетел засаживает залетает для времени все через оборону вышка захватывается тебя такой но фастова быстрее 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 вот это тассировался такой но не простите спокойно видишь ли вы же видишь четыре ракетчика один этот тет павея был спокойно справиться не знаю чем не пошел хотел купить вау боже скаляет еще начале может по одному хампею зачем бак сейчас пойдешь минус так но удастья если позиция от полностью отдал этот остров китайцы и кипрамку начнется память чат учу различные петли силы бывает и есть тоже ловится один одиночных амгеи вообще не проблема не через контрлев отправил а сейчас дострой я тут так и делает тёщи строй а может продать хоть мало денег от подать Через Абакрай прибегается Firelord Но каким-то образом... А, понятно, каким заметил... Тасси Роуз... Этого засранца... А, эту вышку тоже решил убить? Что получается, карты без вышек, да? Так вот, это в центре. Ага, в центре ещё вот работа. Ну всё на стороне Firelord. Ой-ой-ой... Ну да, конечно, сейчас возьмёт и выиграет. Подалки не подай. Не ходи. Да, не ходи. Не ходи. Подалки не ходи. Амад в центр есть. Конечно, здорово. Конечно, хампеи опять, которые могут спокойно уничтожиться вот этим мигом, которые уничтожили другой. Ээээ... Засем задаетесь здесь ничего уже нету... Ну, смотрите, поздно подогнал. Сейчас взял бы и... Куда из 4 хамвеев могло бы не быть. Одного суда? Одного суда? Другого суда. Вот эти 4 хамве говорят. А... 3 хамве и одна милочка сгорает. Напал. В а то не пошёл. Сейчас на милке пройдётся. Сюда и всё. Почему-то он именно нацелен на... И самое время. Давай, давай, давай. О, барта пошёл. Барта, вперёд. У нас как милки. Посел дальнего добить вот этого. О, вот этого добить. Уже супер. У меня купился барта. Так, а как мы и садим? Минимум 2 мига, наверное, снисти. Да, че, ну как, сюда не полетаешь, не пособираешь, там, куда-нибудь дел этот стационар. Кстати, апгрейд полезный, если че фаерфлота, вот этот. Только 2000 стоит, но зато так просто тебя учить. Крайне удобно сразу делает, ты готов. Они только начинают стрелять, и у тебя уже хаммера ранены. И отъехать от котлов уже тяжело. Так, не было они, еще пошли, походу. Так, хочет че-то облететь, че-то сделать, придумать. А просто на гору, да, пока пошел? Окей, просто на горе. Ставился. Много потерь, много потом потерял. Настеровся на пальце, почувствую. Так, затем настеровся, следующий этап по экспириенсу будет. Скоро. Лишь 501 брать. Зачем ты это делаешь? Чтобы успокоить. Так, я обгружаю полосу. Опа, 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 опа. Пробили, пробили немножко. Этих трое. Троих сняли. Решил наверняка, да, действовать. А вот, кстати, мига мог бы и добить. Этого мига он уже бил, и этого мига тоже может добить. Все. Уходит, бардон. Здесь уже большой наплыв. Пошел. Просто переспайм. Денег, бардон, посмотрите. Врач, один из капула. 15. Сейчас, 15. Бережки работают. Раз, два. Четыре супплая, да? Без щелку. Вот этот не занятый. Ты. Ты. Супел. Сделать тестерос. Отбился. Отбился. Я думал, тут тоже щелку добывает. Красиво. Удар зашел. Решил отвинить. Снимать. И то зерно течет. Ну вот, наплыв пошел. Ах ты. А тут-то дракон. Драконий. Снова вниз. Наняет. Юз, смотрите, да? Куда-то. Куда-то. Сюда. Тоже. Сполезность уплаять. Да. Лучше продать бы. Третья лучка уже есть у фаерлорда. Камеры снес. Да нет, снес. Сейчас, что это? Оооо. Все. Даже чем... Чем дальше хорошо будет, тем хуже и хуже будет у ДС. Тоже видно. И кажется, у меня есть такой отоплатель. Что у него будет? Вхоманию надо не касается кумушей. Не. Решил сдаться. Ну, какая вот игра получается. У нас 5-2. Вейлорд побеждает. И... Прохnan. дальше во второй раунд и вот дела вот ладно я на этом все жду вопросы какие то у вас есть почему так это плакать не могу удалить интересно почему какая-то была игра